ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА Подвязающиеся на Святой Горе подвижники даже называли, в частности, преподобный Порфирий Кавсакалевит говорил, что такие, как преподобный Паисий, рождаются один раз в тысячу лет. И вот преподобный Паисий уделял огромное внимание одной из редчайших добродетелей благоговения. И сегодня вашему вниманию, кому это интересно, хочется продолжить размышления этого великого Герунты о том, к чему приводит неблагоговейное отношение к святыне. Вот что пишет преподобный Паисий. Раньше люди, заболев, брали, например, маслице из своей лампадки и помазывались им и выздоравливали. Сейчас лампада в домах у христиан горит просто как формальность. Лишь для подсветки. А масло, когда моют лампаду, выливают в раковину. Как-то я был в одном доме и увидел, что хозяйка моет в раковине лампадку. Вода куда идет, спрашиваю ее. В канализацию, отвечает она. Понятно, говорю. Ну что же это ты берешь из лампады маслице и крестообразно помазываешь свое дитя, когда оно болеет, и оно получает помощь. А теперь все масло из стаканчика льешь в канализацию. Какое ты находишь этому оправдание? И как придет твой дом? Благословение Божие. На первый взгляд, дорогие друзья, я думаю, все вы, кто сейчас слушаете, вы можете тоже задаться вопросом. Вроде бы какая мелочь? Ну помыть лампадку. Что в этом такого? Однако для чуткого благоговейного человека, а еще раз напомню вам, что это добродетель, преподобный Паисий характеризует, что это благоговейный страх Божий, внутренняя чуткость, такая вот духовная скромность. И что благоговейный человек привлекает к себе благодать Божию, которая естественно в нем пребывает. И для благоговейного человека то, о чем сейчас было сказано, это отнюдь не мелочь. В теперешних домах некуда выбросать даже какую-то освященную вещь. Например, бумажку, в которую завернут антидор. Антидор или просвора. Бумажку, в которой было завернуто, благоговейный человек не выбросит просто так. А в отдельном месте ее сожгивают. Но чаще всего при храмах есть такие места, где сжигаются какие-либо предметы, которые нельзя, чтобы они подвергались бесчестию. Я помню, преподобный Паисий вспоминает жизнь в коннице, в своем родительском доме. Я помню, у нас в доме не шла в канализацию даже та вода, которой мыли тарелки. Она сливалась в другое место, потому что даже крошки освящались, раз мы молимся до и после еды. Все это сегодня ушло, поэтому ушла и божественная благодать, и люди беснуются. И немножко ранее преподобный Паисий еще раз акцентирует внимание. Дело в том, что самим же нам от неблагоговения овладевает нечистый дух. Будем, насколько возможно, внимательны ко всему. Хорошо, если после божественного причащения, принятия антидора или соборования, протереть руки смоченной в спирте ваткой и потом ее сжечь. Когда мы чистим алтарь, то все, что собирается после уборки, надо выбросить в море или сжечь в чистом месте. Потому что на пол могла упасть частичка антидора или даже святого тела. Конечно, и преподобный Паисий отвечает, я прекрасно даю себе отчет, дорогие друзья, кто сейчас будет нас слушать, тоже можете задаться таким вопросом. Неужели мы повредим Богу или благодать Божия будет каким-то образом уязвлена от того, что какая-то крошечка антидора упадет на землю? Преподобный отвечает, конечно, если падает на пол малая частичка святого тела, то Христос не останется на поругании, но от нас самих уходит божественная благодать. И от этого начинается беснование, то есть овладевание злым духом. Смотрите, как благоговейный подвижник обращает внимание на то, на что, скорее всего, многие из нас, дорогие друзья, просто не обращают внимания, это просто проходит мимо нашего внимания. Благоговение потихоньку теряется, и зло, которое мы видим, происходит от этого. От невнимания можно даже бесноватым стать. И приводит преподобный поиск еще один пример, как одна женщина вылила оставшуюся крещенскую воду из своей бутылочки, потому что она ей показалась не свежей. Вылила эту воду и сразу стала бесноваться. Ушла благодать, потому что благодать не может пребывать в человеке неблагоговейный. Как божественной благодати приблизиться к человеку, если он неблагоговеет перед святыней? Благодать пойдет к тому, кто ее чтит. Не давайте святыне псам, говорит нам Священное Писание. И в качестве примера противоположного преподобный поиск в этой главе рассказывает такой пример. Если есть благоговение настоящее, то человек имеет его во всем. Однажды в монастыре Ставра Никита гостил один священник. На шестопсалмии все верующие люди, кто живет в русской церковной традиции, знаете, шестопсалмии – это часть богослужения, часть утренней. Шесть псалмов, которые читаются, выключаются в храме свет, только горят лампады, и в это время не сидят, в это время стоят без движения, и даже крестное знамение не совершаются, потому что шестопсалмии как раз символизирует страшный суд. На шестопсалмии этот священник, который перехал монастырь Ставра Никита, опустил сидение и сел. «Отче», – говорю ему, – шестопсалмии читает. «А я», – отвечает он, – «так его лучше воспринимаю». «Подумай-ка», – говорит преподобный поиск. «По прошествии многих лет этот же священник пришел и опять нашел меня». В разговоре он упомянул о том, что наклеивал бумажные иконки на деревянные дощечки и раздавал их благословения. Преподобный спрашивает его, – «Как ты их клеишь?» «Намазаю, – говорит он, – на дерево клей, сажаю на него иконку. Когда наделаю их побольше, кладу одну иконку на другую, а сверху сажусь сам, чтобы клей хорошо схватился. Возьму и книжку, какую почитаю». Преподобный поиск с глубоким внутренним праведным гневом говорит. «У меня, когда я это услышал, волосы на голове стали дыбом. Ты что же, – говорю, – делаешь, – садишься на иконы, чтобы их приклеить? А что, – спрашивает он, – нельзя. Вот обратите внимание, дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, все, кто сейчас слушают, как духовно опытный и чуткий старец поиск обращает внимание на то, что для этого священника, здесь, разумеется, не упоминается ни его, ни имя, и цели не было у преподобного поиска кого-то лично осудить. Он привел пример показать, что благоговение и отсутствие его, отсутствие вот этого страха Божьего внутренней чуткости, к чему может привести. Видишь, до чего потихоньку доходит? Плохо то, что неблагоговение не стоит на месте, развивается к худшему. Человек развивается или в добром, или развивается в злом. Этот священник, смотри, сначала говорил, что я шестопсалм, я сидя, лучше воспринимаю, а дошел до того, что начал садиться на иконы. Как тут не вспомнить, дорогие друзья, ту ситуацию, которая сейчас почти повсеместна. Благословение священначалия, которое звучит следующим образом, что православные христиане, и в первую очередь, допустим, священники должны адекватно реагировать на происходящее в мире событие, активно присутствие в том числе в информационном поле. Но как важно присутствие в информационном поле, уметь вот это чувствовать, вот это благоговение, понимать, о чем можно говорить, о чем говорить нельзя. Потому что в интернете каких только нет комментариев того или иного события. Особенно опасная тенденция, когда священник, например, одновременно священник и психолог, собственно, психология стала своего рода квазирелигией для многих современных людей, и когда в той или иной соцсети священник на своей страничке дает свои рекомендации или свои советы, и свое истолкование какого-то праздника христианского, или текста Священного Писания, и делает это абсолютно без этой внутренней духовной чуткости, без благоговения, без страха Божия, не задумываясь, что этот текст в интернете или этот его пост могут почитать самые разные люди. Кого-то это может соблазнить, кого-то может смутить, для кого-то это будет еще один повод отвернуться от церкви, а для кого-то его интерес к церкви может быть подвержен очень большому искушению. Как важно, вот помню здесь слова преподобного Паисия, что человек развивается или в добром, или в злом, поэтому надо быть очень-очень внимательным. И в заключение, какой делает вывод преподобный Паисий в конце этой главы, я очень рекомендую вам, дорогие друзья, из второго тома, который именуется «Духовное пробуждение», почитать вот эту главу о благоговении. Как ее заканчивает преподобный Паисий, каким советом? В просьбе ли или в благодарении, тут имеется в виду просьба или в благодарении Богу, всегда прилагайте сердце. «Боже мой, всем сердцем прошу Тебя, чтобы Ты оказал мне эту милость, так я говорю, ставя свечу». То есть преподобный, когда ставит свечу во время молитвы, именно такими словами говорит, «Боже мой, всем сердцем прошу Тебя, чтобы Ты оказал мне эту милость». А когда совершаю ухождение ладаном, взываю, «Благодарю Тебя, Боже мой, всем сердцем моим за все Твои дары. Благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь многие мои грехи и всего мира неблагодарность, и собственную мою неблагодарность новую». Насколько возможно, заключает преподобный Паисий, «возделывайте в себе благоговение и скромность». Это поможет вам принять благодать Божию. Потому что, имея благоговение, духовную скромность, человек, а если он еще и смиренный, принимает божественную благодать. Если же в нем нет благоговения и нет смирения, то благодать Божия не приближается к нему. В Священном Писании написано, «На кого возрю токмана кроткого и молчаливого, трепещущего словес моих». В данном случае цитата из святого пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. Давайте, дорогие мои друзья, задумаемся все вместе, призываю вас к этому. Над этой важнейшей добродетелью, редчайшей, которая именуется благоговение, еще раз напомню, какую характеристику ей дает преподобный поиск, что благоговение – это страх Божий, внутренняя скромность, духовная четкость. Это та редкая добродетель, которая передается, то есть общаясь с человеком благоговенным, вот подобно тому, как аромат, если заходишь в комнату, а если она пропитана ароматом, то хочешь ты или не хочешь, аромат пропитывает и твою одежду. Так и общение с благоговенным человеком способно передаваться. Это та важнейшая добродетель, которая способствует, что человек естественно воспринимает божественную благодать, и она в нем пребывает, и благодать выдает потом этого человека. Давайте, дорогие друзья, задумаемся над этим, постараемся потрудиться, молиться для того, чтобы приобрести эту важнейшую редкую добродетель. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok